всем привет друзья у меня важная информация во вторник 8 октября будет специальный выпуск он будет посвящен 100 тысячам подписчиков так что всем вам спасибо и поставьте себе напоминание на 8 октября вторник 17 15 ждем специальный выпуск а сейчас смотрим видео всех приветствую дорогие друзья вы на канале шьем с иришей с вами ирина коновал и на этом канале мы шьем моделируем конструируем занимаемся всевозможным рукоделием в том числе у нас недавно точнее уже целый месяц или даже два назад открылся клуб шитья и рукоделия куда я вас всех сердечно приглашаю присоединяйтесь у нас там здорово интересно и такие весомые сложные темы например сейчас мы обсуждаем а точнее полностью проходим тему брюк начиная от моделирования и закончим полностью полноценным курсом по брюкам ну а на этом уроке мы вместе с вами продолжим работу над платьем мы с вами вместе начали делать французскую вытачку я хотела вам показать просто французскую вытачку как она выглядит как она выглядит в полоски чтобы вы понимали всю красоту линий потом мы сделали с вами целый мастер-класс по карману как же сделать во французской вытачки карман но так как ткань понравилась не только мне но и всем вам хочется это платье частично вместе дошить и сегодня мы будем рассматривать тему кокетки кокетка в рубашках или в платьях рубашках это абсолютно норма более того это украшение изделия и в том числе кокетка не только декоративные детали но и конструктивная как сделать правильно кокетку как вообще работать с кокеткой мы сегодня с вами рассмотрим на примере любой базовой основы например той с которыми работали когда делали французскую вытачку и так с полочкой мы пока ничего не делаем мы работаем над кокеткой спинки но это не значит что мы убираем ее в дальний ящик она нам еще пригодится но прежде всего работаем со спинкой как вы видите я здесь по центру спинки сделала абсолютно прямую линию более того у платья не будет вот такой в таллиной линии как здесь линия будет более сглажена и будет кокетка в которой будут полосы просто играть я хочу сделать ее из двух частей чтобы полоски стыковались вот так вот по диагонали но для этого нужно хотя бы сначала сделать линию кокетки у нас есть стартовая плечевая вытачка вот она чаще всего она есть и чаще всего она шире и длиннее конечно бывают такие фигуры в которых нет плечевой вытачки спинки потому что у них осанка как у балерины у них нет выпирающих вот этих вот лопаток или какой-то сутулости которые мы приобретаем со временем то есть хочу сказать что отсутствие плечевой вытачки спинки скорее исключение чем правило поэтому если она у вас есть это хорошо если у вас нет плечевой вытачки значит у вас просто идеальная осанка как рассчитывается и как вообще начинается построение моделирование кокетки во первых вы в голове должны понимать а лучше на эскизе вы должны понимать насколько эта кокетка глубокая вот такая длинная или она вот совсем короткая если например на эскизе у вас кокетка треугольная в эту сторону то вам нельзя ошибиться поэтому внимательно смотрим на эскиз так как я сейчас делаю абсолютно вообще мне без разницы какая будет кокетка мне главное чтоб там танцевали полосы я делаю кокетку практически горизонтальную так вот средняя величина от линии ростка горловины спинки откладываю примерно 10 сантиметров пусть будет такая немаленькая беру прямой угол я всегда пользуюсь своими линейками еще ни разу в них не разочаровалась и отчерчиваю в сторону проймы сюда абсолютно горизонтальную линию на самом деле это и есть финальная линия кокетки но как она сейчас будет выглядеть вы увидите прежде чем я разрежу по этой линии мне нужно продлить вытачку вот продлить эту линию и прежде чем мы вырежем отрежем по этой абсолютно горизонтальной линии давайте сделаем важные детали это например контрольная точка по спинке и по кокетке важная деталь подпишем что это центр спинки в вашем случае если это не игра полос а просто то здесь может быть сгиб поэтому центр спинки может быть шов может быть сгиб в моем случае будет шов здесь подпишем что это центр спинки в моем случае будет сгиб все больше ничего мне не нужно я просто вырезаю вот теперь когда мы отделили друг от друга спинку и кокетку здесь уже мы ничего делать не будем вот с этой нижней частью со спинкой мы ничего делать не будем самое главное мы поставили здесь важную контрольную точку можем вообще спинку убрать больше она нам не понадобится работаем с верхней частью разрезала по линии вытачки и смотрите я закрываю вытачку давайте я ее вот так обведу чтобы вы понимали что мы теряем мы здесь кое-что теряем что нам нужно будет восполнить вот такая была моя вытачка если бы мы делали ее вытачкой если я делаю кокетку то я разрезаю по одной стороне вытачки до линии кокетки и складываю эту вытачку и вот я прям хочу сейчас чтобы вы увидели что мы теряем вот здесь моя вытачка мы ее закрыли мы ее как бы зашили сейчас а вот эта часть вот она вот этот треугольник я прям хочу чтобы вы это увидели чтобы вы не делали ошибок вот эта часть она ведь взялась из ткани то есть когда вы будете кроить вам просто будет узко сама кокетка когда вы это сделаете вы закрыли вы все сделали правильно но использовали вот эту ткань которую нельзя было забирать это ширина кокетки так как с этой стороны мы ничего сделать не можем прибавить здесь мы не можем мы просто потеряем конструкцию базовые наши контрольные точки это точка ростка . высшей части плеча здесь мы сделать ничего не можем но это не значит что мы не можем сделать вот сюда прибавить можете себе даже на моделирование себе отмечать вот этот участок который вам нужно восполнить подклеиваю чуть-чуть бумагу и сейчас я вижу что пройма вот здесь кокетка здесь плечо вот здесь смотрим сколько здесь можно прямо взять линейку и замерить сколько мы потеряли мы потеряли целый сантиметр а в ширине кокетки это будет целых два сантиметра то есть если вы сделаете изделие и понятно что она у вас состыкуется по линии кокетки потому что это смежные линии то когда вы будете носить это изделие вам будет жуть как некомфортно а нужно чтобы было комфортно измерили что у нас здесь не хватает целого сантиметра если вы не передвигаете линию кокетки вперед на два сантиметра значит сейчас вы добавляете вот этот сантиметр вот сюда я вообще предлагаю вам прибавить этот сантиметр вот сюда до конца и имея три контрольных точки на кокетке если даже при сметывание вы совместите три этих контрольных точки а на вылете вот здесь останется вот этот излишек вот вы лучше этот излишек срежьте вот как она была и вот как мы прибавили целый сантиметр просто нахально нахально прибавили вот пусть лучше этот излишек у вас будет и вы его срежете чем вам там будет не хватать конечно я не претендую на истину в последней инстанции есть множество мастеров множество мнений множество способов это всего лишь тот способ которым пользуюсь я просто во время кроя сделайте эту деталь пошире но держите при себе контрольные точки я надеюсь вы не запутаетесь но я хочу сделать еще по-другому обычно кокетка подразумевает что она будет переходить чуть-чуть на сторону полочки примерно на два сантиметра поэтому я беру полочку откладываю здесь два сантиметра пусть она будет абсолютно ровная можете здесь также в любом месте поставить контрольную точку чтобы при совмещении у вас было идеальное сопряжение деталей здесь поставим что это горловина что это пройма совмещаю контрольные точки на горловине и на конце плеча и вот сейчас могу срезать вот теперь полочка остается со своей контрольной точкой и контрольная точка на полочке где кокетка и что можно сделать сейчас вот сюда увести вот так на 0 5 вот здесь прибавить по ширине 5 миллиметров если здесь у нас один сантиметр то вот сюда увести на 5 миллиметров 5 3 чтобы получилась плавная плавная линия уходящая вот сюда в ширину вот такой способ не всегда этот способ рабочий но всегда этот способ спасает положение когда на примерке вам заказчик говорит ой что-то мне узко а вы такой спокойно я не море меня не волнует у меня все есть с запасом поэтому вот этот один сантиметр обычно всегда нас выручал чтобы не попадать в просак так выглядит кокетка сейчас вот этот сантиметр который мы буквально украли у себя мы его себе же вернули вот сюда знаете почему еще это важно потому что когда вы кроите у ткани у ткани есть поперечная растяжимость вот она и часто производители они не делают кокетку чтобы не потерять комфорт а когда вы делаете кокетку чаще всего мы кокетку краем по поперечной нити которая не тянется вообще и в редких случаях по косой где все равно она фиксируется поэтому вот этот сантиметр вас может очень и очень выручить вот такой способ моделирования хотела вам показать и не волнуйтесь все те кто думает ой 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 что-то ириша намоделировала на самом деле это всего лишь один из способов моделирования он чаще всего очень удачный но для тех кто хочет посмотреть как правильно академическим способом моделировать кокетку давайте я вам тоже это покажу вот та же самая кокетка я прямо ее перевела точно точно делаем все то же самое что мы сделали в самом начале то есть от основной линии провожу линию вниз это я делаю для того чтобы мне убрать вот эту вытачку чтобы она закрылась и получилась цельная кокетка но при том что она закрывается внимание должно открываться вот здесь и посмотрите она ведь открывается тоже широкая это вот как я вам говорила и в этом случае есть идеальные фигуры где например длина кокетки совпадает с длиной вытачки тогда она идеально здесь закрывается снизу ничего не открывается и все идеально сопрягается а когда вот такие маленькие вытачки всего два сантиметра то она и вниз открылась много она вниз открылась много что делать вот с этой величиной на самом деле ничего вы с ней не сделаете потому что это место для посадки то есть вот в этом месте в области лопаток вот в этом месте должна быть посадка чаще всего такой размер вот столько сколько здесь два сантиметра не припосадится поэтому частично она выйдет вот сюда в край она выйдет вот так вот сантиметр отсюда потом просто срежется заметьте что принцип работы был практически один и тот же просто здесь мы добавляли в середине и целиком а здесь мы раскрыли и срезали сбоку причем срезать я вам рекомендую в самом самом конце когда она у вас все дало усадку когда вы уже все сметали стачали когда расстрочка сделано когда все сделано вот тогда вы осноравливаете пройму вот только тогда поэтому в общем то принцип один и тот же мне нравится честно вам сказать несмотря на то что вот это академическая часть тоже имеет место быть мне нравится работа с вот этой кокеткой все остальное если хотите покажу в следующем уроке потому что у меня там будет моделирование диагональных полос я хочу чтобы игра полос было и на спинке переход на полочку в общем если хотите все покажу на следующем уроке пишите свои комментарии хочется ли вам увидеть и следующий урок тоже и напишите пожалуйста особенно напишите все те кто опытный знали ли вы что есть вот такой способ может быть вы интуитивно делали таким образом а может быть я вообще говорю какую-то ерунду напишите пожалуйста в комментариях потому что я то знаю что я говорю и что это много раз нас спасало ждите наших следующих видео дальше будет интереснее конечно если вы напишите что хотите посмотреть продолжение этой темы продолжение пошива этого платья то я кое-какие моменты вам покажу а вообще хочу вам сказать что ну вот в этом случае это платье рубашка технология пошива рубашки блузки рубашки платья рубашки шикарно дана в курсе блузка рубашка по всем правилам вот просто на вот от а до я начиная с конструирования полностью не имея ничего в начале вы получаете базу знаний по пошиву рубашки в том числе и вот эти все планки манжеты воротники стойки планки обработки низа все и в том числе там есть урок по работе с кокеткой по работе с двойной кокеткой с отрезной кокеткой в общем все там есть поэтому обращайте внимание на этот курс подписывайтесь на наш канал все кто еще не подписался ставьте лайки конечно жду ваши комментарии потому что от вас будет зависеть делаем мы с вами дальше это или нет очень интересная тема совмещения полос как я буду их совмещать там есть свои секреты хотелось бы вам показать но конечно все зависит от того вам оно надо или нет я тоже сегодня вот такая полосатенькая вы тоже радуете себя красивой расцветкой которая вас радует чтобы получать удовольствие от того что вы шьете а я жду всех в клубе шитья и рукоделия и жду вас на следующем практическом занятии оставайтесь с нами ваша ириша буквально прямо сейчас потому что от этого будет все зависеть вы сейчас если вы режете то вы уже по-другому не вырежете